Кто-то не делает еще коррекцию за полтора часа, а то лучше за час 15. Тогда мы идем к вам, ребятки, тогда мы идем к вам. Все можно сделать. Вы знаете, это как любое дело, которое техническое, имеет свой протокол действий. То есть что бы ни делали, что бы ни производилось, будь это стул, стол, дом, ногти, ресницы, волосы, неважно. Конечный итог. Есть продукт. У строителей это дом, у мебельщиков это стул, у мастера маникюра это ногти красивые в итоге. Это конечный ваш продукт, который вы производите. И у каждого произведенного продукта должен быть протокол действий, четких действий. Я много видела, как мастера работают без последовательности, без четкой. И это вот так вот, там взяла что-то, там файбер наклеила, там бросила, пошла подпиливать, там что-то навалила, наложила. Ну то есть все вот эти сумбурные движения, они крадут ваше время. То есть в первую очередь, во-первых, тема эфира, как начать делать быстро. Напишите, пожалуйста, тему, как начать делать быстро. Тут как бы практики, я вам сегодня покажу поднятие вниз клюющего ногтя, но это как бы не особо к теме, просто как бы как практическая часть. Но я буду все время говорить о том, как ускориться, как начать делать быстро. Вот. И в первую очередь, чтобы начать делать быстро, должен быть протокол. Напишите тему кто-нибудь, как начать делать быстро. Протокол действий вашей. Спасибо. Любой вашей процедуры должен быть четко расписан протокол. С чего я начинаю, сколько это у меня тратится на это время, сколько я трачу на снятие, какой фризовой пользы. То есть наращивание, коррекция, укрепление с запечатыванием, укрепление гей-лак, покрытие лаком, педикюр. То есть все процедуры, которые вы делаете, они у вас должны быть четко расписаны по действиям. Причем так, как вам комфортно и удобно, если вы не в салоне работаете. У нас в салоне, в этом пятикомплексе, когда я работала, там очень много мастеров. И протокол, процедур, он для всех один. То есть его пишут, и все мастера ими пользуются. То есть все мастера должны соблюдать протокол, процедур. Чтобы не было такого, что один клиент, допустим, был у меня, я ему делала вот в такой последовательности, такими там материалами, в такой технике. Потом пошел к другому мастеру, и он ему поменял последовательность технику, и клиент будет этим недоволен. Скажут, что-то мне вот она делала вот так вот, а это делает вот так. Что-то они там делают неправильно, химичат что-то. Поэтому, когда много мастеров работает в салоне, у них протокол, процедур один, и они его соблюдают. Если вы работаете на себя, вы там, у вас кабинет своего работаете сама, или вообще мастер частный, то вы должны для себя прописать сами эти протоколы. Если у вас этих протоколов нет, ну, вот, например, понятно, что дело, у меня их уже не будет, потому что у меня все четко в голове, и у меня уже отработано настолько, что я могу там в уме сидеть, считать, и одновременно делать ногти. Если вы только начинаете, или вы задаетесь целью, начать делать быстро, начать делать быстрее, начать делать четко, последовательно, с четко отработанными действиями, то первое, что вы делаете, это прописывайте протокол, процедуру. Вот пишите, быстрота меня выматывает. Она выматывает, потому что нет отработанности. Когда есть отработанность, быстрота не выматывает. Понимаете? Она выматывает, когда вы делаете это специально. Вот вы просто делаете быстрее. А когда вы понимаете, почему я могу ускориться, где я могу начать делать быстро, где я трачу время, я могу его сэкономить, вы просто выкидываете лишние движения, вы выстраиваете четкую последовательность. И тогда вас это не будет выматывать. Понимаете? Здесь вот, ну, как бы нужно понимать. И если у меня есть цель такая, мне многие говорят, ой, быстрота, там, качество теряется, и вообще там, зачем гнать? И потом я вся такая изнасилованная в конце дня, и убитая, и ушатанная. Нет. Убитая, и ушатанная, ты, если будешь делать 4 часа или 3 часа двум клиентам, и возьмешь 2 клиента в день, понимаешь, и потом заработаешь с этого в 3 раза меньше. А работать ты будешь столько же. Ну, то есть, если задастся целью четкой, что я делаю долго, многие из вас сейчас, которые сейчас меня слушают, возможно, вы уже делаете быстро. Или вы там делаете 2 часа и говорите, да мне нахрен не надо. Я делаю 2,5, и меня все устраивает, все, и клиентов моих устраивает, и отвали там со своей скоростью. Я никого не заставляю начать делать быстрее. Ну, мне это, в принципе, не надо. Но те, которые хотят, вот я хочу, но я не знаю как. Я делаю 3 часа, и 3 часа, допустим, для меня это долго. Я хочу делать быстрее. Я не понимаю, где я торможу. Я не понимаю, как выстроить эту систему. Вот это уже тогда ко мне. Тогда я рассказываю. Понятно? Рассказываю тем, кому это нужно. Выстраиваем схему четкую. Садимся в первый вортич, что мы делаем. Вот как на курсе, на скорости. У нас, у меня есть курс скорость, многие уже знают его. Многие девочки говорят, что после просмотра только курса уже стали делать быстрее. Ну, уже такая, а, о, а, а, что так можно было? А, а вот здесь это, блин, а нафига я это делаю, это можно не делать. То есть, первое, с чего мы начинаем, это у нас идет лекция о том, как тренироваться быстро и как работать по тренировочным листам. То есть, как выстроить эту систему. Первое, с чего мы начинаем, это с прописания этапов. То есть, я сажусь. То есть, это не просто так вот такая посмотрела курс, а, вот так надо. То есть, нужно работать, естественно. Нужно работать, нужно какие-то действия выполнять для того, чтобы сдвинуться с этой мертвой точки. Мы садимся, прописываем процедуры свои. Я беру модель, коррекция, допустим, и каждый этап я прописываю. Этап там, снятие. Сколько минут факт. Вот я за сколько ставлю таймер, за сколько я сейчас сделаю. Допустим, 40 минут. Это очень много. Это очень много. Снятие, подготовительный этап, 40 минут. Это 100% делаете лишние движения. 100% используйте кучу инструментов. 100% скачете с этапа на этап. 20 минут. 20 минут подготовительный этап – это норма. Скоростной подготовительный этап – это 10 минут. То есть, 20 минут – это не бежать голопом по Европам. Это стандартное время. 20 минут. 20, 20, 20. Это нормальное время. Час моделирования, обычные салонные ногти. 20 минут подготовительный, 20 минут моделирования, 20 минут опил. Это нормальное, обычное, стандартное время. Это не ракета. Ракета – это 10 минут. Сажусь, пишу. Ага, ела 40 минут. И начинаю записывать. Ну, то есть, во-первых, сначала факт свой пишем. Сколько я сейчас делаю. Пишем, сколько я хочу. Ну, допустим, я делаю 40 минут, хочу делать 20 минут. И начинаю к этому потихоньку двигаться. В курсе скорость. У меня есть все процедуры салонные. Коррекция, коррекция запечатывания, совмещение запечатывания плюс гель-лак, наращивание, коррекция искусственных ногтей. То есть, я беру модель и живую, по таймеру показываю вам, как сократить время. После каждого этапа я останавливаюсь и рассказываю, то есть, где вот здесь я сократила. А вот это туда выкинуть. А вот здесь, если будете делать вот так, то будет дольше. А если вот так, то будет быстрее. И вы там точно так же берете модель на каждую процедуру, прописываете свой протокол и потихоньку двигаетесь. То есть, так просто. Конечно, ничего не бывает. Нужно тренироваться. И курс, он рассчитан на, естественно, ваше самосознание. То есть, есть желание, вы можете уже ускориться. Многие девочки пишут, что, блин, посмотрела два урока, уже на 15 минут сократила время, выкинула лишние процедуры. То есть, главное – желание. Протокол процедур, да. Работать начинаем по таймеру сразу. Вот вы даже сейчас можете уже начать с своих клиентов. Вот сейчас придет клиент. Садимся и включаем таймер. У многих девчонок, вот у меня, например, я не работаю мастером три года. Вот представьте, я не делаю ногти вообще сейчас. Я делаю Оле, это вот единственный клиент раз в месяц. Но это что? Ну это разве работает? Ну как бы это так. Себе я делаю иногда. Все. По идее, я должна скорость, уже давно должна была потерять. Потому что я не работаю. У меня нет вот этой вот ежедневной, по полтора часа. Я когда работала в бюджетном комплексе, уже вип-мастером, у меня было два часа, отводилось на клиента. Я делаю, естественно, за час 30, час 40, час 15, у кого как. И у меня нет вот этого. И я, когда начала записывать уже курс скорость, я не работала мастером уже. Уже год, наверное, может быть даже, может быть даже уже больше. Нет, два, наверное, уже не работала. Я так переживала, что мне же нужно для вас снимать по таймеру, то есть нужно вложить класть телефон, и по таймеру каждый этап засекать, показывать. Я очень сильно переживала, что я не смогу делать так быстро уже, потому что нет у меня навыка. Потерялся за два года, но представьте. Что вы думаете? Включается камера, включается таймер, и всё. И мышечная память, и вот этот стимул, когда ты работаешь по таймеру, вот знаете, как вот идут секунды, и ты вот по этим секундам четко повторяешь все свои уже отработанные движения. я офигела, я сняла 8 уроков, и ни на одном уроке я не косанула по времени. Плюс при этом мне нужно помнить, что меня снимает камера, мне нужно комментировать, мне нужно останавливать камер, давать вам рекомендации. когда это уже отработанная схема, ты не устаёшь, у тебя не, ты не паришься, ты не путаешься, делаешь чё, выстроите схему, это продукт, понимаете, маникюр, это ваш конечный продукт, и у продукта, у любого должна быть схема и протокол, как я его делаю, правильно? Ну, для каждых ногтей можно прописать, допустим, чтобы потом там слабые, такие-то, то есть по материалам, всё. Вы тут писали всё на таймер? Всегда таймер включаю, правильно. Ну, а черкасская девочка есть из TikTok, только увидела, делает герлак за 25 минут, как только возможно. Возможно, наверное. Ну, герлак за 25 минут, это что там, комби-маникюр, наверное, и герлак? Всё возможно. Может быть, это только покрытие 25 минут. Да, это вот 25 минут, можно выйти на любое время. Давайте вот, я конкурсный мастер, и ко мне скорость, она пришла из конкурсов. И протокол вот этих процедур тоже пришёл из конкурсов. Я, у меня чёткая система в голове всех процедур. Хотя я вообще, у меня ум не систематический, у меня вот такой творческий, хаотичный, но за счёт того, что я конкурсом очень много готовилась и готовила команды. Я научилась работать по протоколу, я научилась работать по таймеру, чётко выстраивать систему работы, протоколы. И у меня всё сейчас так, тут, тут, тут. У меня любая процедура. Вот ко мне садится, допустим, человек сейчас сядет, нарощенные ногти. Всё. У меня в голове сразу протокол. Это за этим, это за этим, это тут, на это 10 минут, на это 15, тут надо побыстрее, а тут надо, эта рука досушилась, это можно уже пилить. отработать просто нужно. И если есть у вас желание, если вас всё устраивает, да ради бога. Но если вы понимаете, что вы хотите делать быстрее, вы хотите работать те же, допустим, 6 часов, но принимать не 2 клиента, а 3, и, соответственно, заработать больше. Я не вижу смысла, вот честно, 2 часа, это нормально. Вот если вы делаете 2 часа, вот просто сама по себе такая, ну, чуть медлительная. Вообще нет. Если вы делаете 3 часа, 3 с половиной, это вот 3, это уже дохрена, просто на салонную, коррекцию, или наращивание. 3 часа, это прям много. Вы же забираете своё время у себя. Вы же можете за это же время заработать больше. Ну и клиент, тоже, понимаете, нахрена ему сидеть, просто там, на ногтях у тебя 3 часа, если она может пойти, где-то за полтора сделать. Вот у неё подружка сходит к кому-нибудь, сделай за полтора, она потом сходит к этому мастеру, ей понравится, она там останется. Ко мне очень много так клиентов в своё время перешли от других мастеров, даже я когда работала ещё в стандарт-зале, а девочки работали в ВИПе, и была девочка одна, она делала 3 часа, а то и 3,5. И она как-то заболела, и её клиентка попала ко мне. А я ей сделала за час 15. У неё короткие ногти и однотонное покрытие вообще не понимают, что можно делать было. Вот. А она уже такая пожилая, уже там ей за 70 было, и она вышла к комиссиону, говорит, я не пойму. И говорит, не пойму. как так? Я, говорит, больной человек, у меня спина так болит. Я, говорит, уже приготовилась, я там подушку подложила, уже там чайная, мама же чуть-чуть и не вязать там начала. Думаю, сейчас там 3,5. А мне, говорит, сейчас 15 сделала. Говорит, и так же, говорит, всё, эта клиентка осталась у меня. Поэтому решать вам. Добрый день. Эфир сохраню обязательно, да. как делать снятие аккуратно, чтобы не тратить время на пин. Во-первых, мы знаем чётко, если это у нас гель, у нас металлическая фреза твердосплавная, если герлак, это керамическая фреза, толщину, длину, вот эту грубую работу, всю, что не касается натурального ногтя, мы делаем фрезами. Длину, если вы пилкой убираете, вам соболезную очень сильно, потому что это тратится время из минуты, фрезой убрать длину, это превращается в 10 минут. Вот. В 10 раз. Толщину, если вы боитесь снимать, если вы не чувствуете ещё толщины, где вы уже приближаетесь к натуральному ногтю, и вы только цвет снимаете фрезой, а остальное всё пилите пилкой, это из 20 минут превращается в 40 минут подготовительный этап. Даже здесь, понимаете, вот элементарно. Поэтому мы приучаемся сразу фрезой работать, снимать длину, снимать толщину, вот прям понижать, отрезать отслойки, не пилкой, а надо сидеть на одном месте. Ну-ка, дальше я там дойду, когда же мне это отслойка отвалится уже. А фрезой? Хорошо, брала металлическую, взяла керамическую, при отслойке поотрезала нафиг за 3 минуты. При этом не повреждая, не касаясь натурального ногтя, всё должно быть отработано, понимаете? И всё как бы с опытом, конечно, приходит, но опыт он берётся, вот прям здесь и сейчас мы должны уже начать это делать. Так. Много болтаю с клиентами, теряю время. Да болтайте ради Бога, да болтайте сколько хотите, но делайте, понимаете? Прийти нужно к тому в итоге, что я могу болтать, думать о своём, понимаете? Я могу и отвечать клиенту, и думать о своём, и делать по протоколу ногти, чётко, не останавливаясь. Болтайте, болтайте. Это ну как бы понятное дело, что ты сейчас не скажешь клиенту, так, заткнулись все, у меня тут протокол. Нет, конечно. Старайся, старайся не терять время, болтая. И не вникать сильно в разговор. Чуть там поддакивать, да-да-да, сама там делаешь, понимаешь? Телефончик, таймер, на таймер поглядываешь, тут многозадачность. Понимаете, наша задача дать конечный продукт, угодить клиенту, сделать это быстро, заработать денежку, чтобы все были довольны. Понимаете? Не клиента задача там, о чём-то думает, твоя задача. Тебе надо делать быстро, и чтобы клиент был доволен. Ну, поддерживать разговор надо, конечно. С кошмарной кутикулой всё равно больше уходит времени. Да не уходит больше. Я сейчас расскажу вам историю. Я просто охреневаю. Вот скажите, если кто-то вот так делает, как я сейчас расскажу, вот нам с вами не по пути вообще, вот честно. Не моя политика партии. Короче, зашла, есть аккаунт один, я не буду его называть. Ну, как бы, среди определенных кругов известный, но не так, чтобы прям. У них дизайны прикольные, такие молодежные стили, такие с легким, трушевым оттенком, как я люблю. Ну, и что-то думаю, а студия у них в Москве. А я там, что-то у меня такая идея, съездить к ним, вот посмотреть вообще, как работают. Посмотреть, как работают, какой из них салон, какие мастера, обстановку, и вдохновиться опять-таки. Ну, давно была идея, думаю, зайду, посмотрю к ним приз-курант. Ну, во-первых, я так и не смогла сложить и прикинуть, сколько мне выйдет в итоге коррекция с дизайном, потому что там от двух до шести тысяч, и непонятно вообще, сколько я заплачу в итоге. А если я рассчитываю там на две, на три, ну, это нужно мне писать, забадывать там этих бедных администраторов этими вопросами, и все равно это же непонятно будет. Но это ничего. Значит, коррекция, снятием, вот если я пришла вот к ним, со своими ногтями, своего собственного, так сказать, производства, то они за меня возьмут плюс семьсот рублей за то, что я не у них делала эти ногти. Это что? Это что такое? Вот скажите мне, пожалуйста. Это вообще, вот, ну, это в голове у кого-то может уложиться такое? Да я только из-за этого не пойду к ним. Понимаете? Потому что я должна уже идти к ним с чувством какой-то вины и неполноценности. За то, что я не у них делала до этого ногти. То есть я должна была родиться и сразу к ним прописаться, я не знаю, там, прикрепиться как-то, как к салону. И не дай бог, я пойду куда-то вдруг. Что за бред, ребята? Что за бред? 21 век рабства, вот эту вот сюхи романтию, классовое, неравенство. Его давно отменили уже. Что такое происходит вообще? Это, ну, как бы, мало то, что я так и не смогла понять, сколько я заплачу денег. Меня еще вот так вот сразу уже унизили. Я еще даже не пошла к ним. Может, они там все отстойно делают ногти. А я уже иду, такая, думаю, сейчас 700 рублей плюсов за то, что я, падла такая, не выбрала их раньше. Бред просто, силой кобылы. Вот смешно, мне тоже смешно. Так что будьте лояльными, пожалуйста. Не делайте так, чтобы клиенты шли к вам и что-то там уже бедные думали, что сейчас где-то меня поругают, накажут, денег с меня лишних возьмут. А потом сидите и плачьте, что у вас клиентов нет. Я прям, я прям вообще слайд такая, ну, и что это вообще такое? Вот. Вернемся к теме. Четко прописанный протокол, процедур. Работа по таймеру. Работа гелями средней или ниже средней вязкости. То есть, если мне нужно сделать очень быстро, я, допустим, делала акригелем, я понимаю, что я акригелем сделаю медленнее, берите гели в средней вязкости. Гели во флаконах, специально сделаны для скоростного маникюра. Изи ван, ой, господи, манафас, софт пинг, софт нюль, камуфлирующий гель во флаконах, для того, чтобы можно было, как гель-лаком, смоделировать гелевые ногти. Все для вас придумано уже. Все уже украдено до вас. Ну, то есть, специально для того, чтобы делать быстро. Я сегодня сделаю ноготок себе один, акригелем, милк. Поднятие. Вот поднятие очень удобно. И хочу сказать о том, что вот это все поднятие, трещины, ремонты, дорастить один ноготь, не тратится на это время, если вы делаете все конвейером. Вот скажите мне, ответьте на вопрос, какая нафиг разница? Запечатаю я этот ноготь и смоделирую. Или я выложу сверху акригель и снизу его подниму. В чем разница по времени? Почему мастера считают, что если нужно поднять вниз опущенный ноготок, то это значит плюс там час времени. Если ты это не умеешь делать быстро, клиент в этом не виноват. Не берите, пожалуйста, клиентов за это деньги. То они поуходят, другим. Так, гели выбираем низкой степени вязкости, прописываем протоколы, стараемся выбирать, помогать, выбрать клиенту цвет и дизайн, как работала я. Вот прям все как на духу. Приходит клиент, у меня время ограничено, у меня два часа, мне надо сделать за полтора пойти еще там чаю попить, посидеть с девками на кухне, потрындеть. Все, я не буду там рассусоливать. Она садится, я сразу уже с первых минут, во-первых, я консультирую ее, а уже брызгаю ручки, уже там фрезы подготавливаю, глазки смотрю, а сама уже, то есть время, все равно уделяем там минутку клиенту, на него посмотреть, понять, что, дать понять, что все, я для вас, я вся тут разобьюсь в доску, чтобы вам было хорошо и комфортно, и получили супер крутые ногти. и уже с первой минуты работы я начинаю работать на опережение, то есть я уже, я думаю о том, чем я буду ей покрывать. Я говорю, ой, а что вы сегодня хотите, а какое сегодня настроение? она такая, ой, ну там, конкретно у меня пожелание, ага, ага, давайте поподробнее, вот такой-то, такой-то, уже собираю информацию в себе в голове, думаю, так, сейчас я ей дам 230, там 170, чтобы она выбрала. Или она говорит, я не знаю, что хочу, такая, опа-на, и все время процедуры пытаюсь выяснить ее предпочтение, что ей нравится, что бы она хотела, что она делала до этого, и начинаю в голове собирать у себя, и когда я уже смоделировала перед дизайном, я ей принесу уже не 300 цветов, а 10, скажу, я, а если она говорит, вообще не знаю, такая, ой, смотрите, да вы же такого цветотипа, предположим, по цветотипу это, конечно, можно и не делать, но можно, у меня была клиентка рыженькая, и мы всегда, и она вот любила вот эти горчичные, и я ей стала, ой, а ей красные цвета, вот эти огненные, так красиво, коралловые, и понятное дело, что, ну, как бы их много цветов, и я каждый раз пыталась ей какой-то новый цвет подавать, ой, Анечка, ну ты так хорошо мне подбираешь, ну скажи, вот смотри, я сегодня в какой кофточке, смотри, у меня новая помада, я такая, ой, сейчас все будет, сейчас, Ирочка, сейчас все будет, знаете, учтивость клиенту, вот это желание ему помочь, что, ой, я сейчас все помогу, я подберу, вы, ой, смотрите, пока делаем ногти, уже в конце, варианты, а не так, что сидим там, что-то ля-ля про кошек, про собак, молчим, а потом сделали ногти, смоделировали, и давай 30 минут у нее, спрашивать, нести все связки этих выкрасок, все журналы, что-то там начинать выискивать, подготавливаемся к тому моменту, что вот сейчас мы закончим моделировать, и за 5 минут мы должны будем определиться, все, да вы только дадите понять клиенту, что вы тут для нее, все, она уже скажет, ой, как ты считаешь, вот как ты считаешь, у меня все были клиенты, как ты, Анечка, считаешь, тебе виднее, ты всегда так хорошо подбираешь, ты всегда знаешь, чего мы хотим, учитесь, учитесь, даем понять, когда вы начинаете протокол прописывать, процедур в самом начале, у вас уже вылетают куча ненужных манипуляций, вы такие, а нахер я вот это делаю, а тут же можно одной фрезой, а что, зачем я шлифую, если я буду еще моделировать, а зачем, если я могу вот тут вот, протокол процедур, работа по таймеру, полная лояльность к клиенту, все, понимаете, все, если еще, есть вопросы, курс скорость, кстати, сегодня, не давала, уже мне в директ, уже стали писать, когда будет скидка, когда будет скидка, не давала месяца два, три, во сколько в Питере живу, ни разу вам не давала скидку, сегодня дам скидку на курс скорость, 30 центов, вместо 5900, посчитайте, ну, выложу сторис, увидите, ссылка будет сторис, свайпом, сутки ровно будет действовать, до 12 часов следующего дня, еще раз, покажу вам поднятие акригелем, кстати, акригель Милк, это вообще просто восторг, я его сама еще тестировала, когда в Ростове была, обожаю этот цвет, вообще обожаю белесые вот эти оттенки, их очень любят клиенты, моделируется идеально, не пузырится, вообще, пусинка, и ковер, но ковер это тот же ковер, который был у нас в баночке, только он теперь в тубе, но, это самое лучшее акригель, пилится мягко, кстати, рекомендую вам, если вы делаете, длинные ногти наращиваете, делайте подложку акригелем, а моделировать можете гелем, ну, допустим, вам долго выкладывать, не все любят работать акригелем, потому что нужно приловчиться, вот эту раскладку, туда-сюда, любите гелем, да, я вообще мастер гелевик, я акригелем все ногти, один сделать там еще могу, а все 10 выкладывать акригелем, недолго, я люблю вот то, что самовыравнивается, каплю положила, раскатала, все, но подложку, когда делаю длинные ногти, делаю акригелем, потому что акригель жестче, он нагрузку удерживает лучше, чем гель, лучше, чем пинг, лучше, чем монофаз, если сравнить монофаз, хоть он жесткий, с мелком, но это акригель, понимать, это гибрид геля и акрила, он все равно жестче будет, поэтому подложку делайте акригелем, ну куда перчатку делаю свою, елозила, елозила ее, а вот, молодец, у меня осталась одна перчатка, на одну руку надену, вторая будет без, вот так вот, так что давайте, у кого есть проблемы со временем, прекращаем валять дурака, ставим четкое задание для себя, взяли как мы на конкурсе, мы делали такие ногти за час 15, вам не снилось вообще, плюс там нужно соблюдать параметры, параллели, тонкая линия, все арки идентичны, выкладная лунка белая, белый выкладной френч, с прозрачным ложем, ну там просто трэш, эти коклюшки железные, эти железки, сейчас 15, и там было прописано, все до секунды, знаете, какая подготовка, но вы эту подготовку, конкурс, можете у себя дома организовать, рыбоньки, не обязательно сейчас там, идти конкурс участвовать, не, ну если есть тяга к этому, идите, просто не все любят страстняк, это можно и дома организовать, и наработать все время, да хоть какое, шучьтесь, так, все, погнали, то я тут трендить могу, я часто вижу в прайсах такое, потому и, так, что-то я пропустила, у меня клиентка сняла сама, чтобы не платить за снятие в салоне, ну потому что, запугали, конечно, людей, запугали уже, совсем поохренели, в итоге пришла ко мне, с тряпками, была уделена, что я не беру за снятие, тряпки, ну конечно, да, нельзя пройти за снятие, ну что за бред, представляете, ну вот такая, строчка в прескуранте, не наша коррекция, снятие 700 рублей, мне стыдно, понимаете, мне прям было, это испанский стыд, знаете, что такое, когда тебе стыдно за другого человека, вообще незнакомого тебе, мне было стыдно за индустрию, в принципе, добрый день, скажите, сколько у вас занимает времени аппаратный маникюр, а, неважно, 20 минут, это если, ну прям, маникюр, это не в ходне, не в коррекции, когда в коррекции, маникюр быстрее, потому что там пилкой облетела, там фрезой, все равно быстрее немножко коррекции, чем просто чистый маникюр, в коррекции, ну 10 минут, да любое, мне не важно, какой делать маникюр, вообще чистый, смешанный, аппаратный, по барабану, я училась, педикюр сделала, за 30 минут, с аппаратным, чистыми кусочками, как быть, если у клиентки, клюющие ногти, но поднимать, она их не хочет, не поднимаем, ну вам с ними, что ли, ходить с этими ногтями, если клиента, это не парит, да ради бога, да вы что, мы поднимаем, только, да, когда клиент просит, и спрашиваем, они меня не запускаются, потому что многим нравится, у меня была клиент, которая ждала, мы и наращивали ногти, и она ждала, когда у нее они загнутся, и спрашивайте, ноготочки поднимаем, или вам нравится, когда вниз они опущены, только не говорим слова, клюющие, у них агрифозные, не пугаем людей, мы вам ноготочки поднимем, или вам нравится, когда они вниз немножко смотрят, но и да мне нравится, нет базара, вообще, вот поэтому я сделала все включено, меня напрягает отдельная стоимость услуг, от вас энергия бьет фонтаном, спасибо, ой, любовь, Геннадина, здрасте, сохраню, конечно, куда ж, я все сохраняю, а у меня недавно девочка была, с клюющими указателями, задала вопрос, устраивает ли это, так как хочу исправить, а она так можно было, ее мастер сказала, это ногти клюют из-за нагрузки от материала, бывает, мастер, не хотела поднимать, навешала, ну, у каждого свой маркетинг, ой, та же история, практически каждая так приходит, не знаю, что хочу, дайте понять человеку, что вы вот здесь, эти полтора часа, понимаете, вы для нее, живете для нее, работаете для нее, и она будет доверять вам, будет слушать ваши советы, будет вам доверять, слушайте, а как ты считаешь, ну, вот ты же мастер, ты же эксперт, тебе виднее, столько же людей через себя проходит, ты уже видишь, что кому нужно, какой дизайн, вы мне сейчас есть многие цвета классные, которые хорошо покрывают в один слой, сокращает время, да, но будьте внимательны, с покрытием в один слой, его тоже нужно отработать, потому что, вот, в один слой, окей, но старайтесь, пожалуйста, покрывать по одному ногтю конвейером, не покрывайте даже два, особенно по одному, чуть-чуть подскакивает, и от кутикулы, и от торца, и вот это вот, вот эта четкость, вот эта ровность, идеальность, и не будет, по одному ноготочку, мизинец, мизинец, безымянный, безымянный, и так поехали, у меня, когда начинают жаловаться на другого мастера, что что-то не устраивает, я сразу пресекаю, каждый по-своему, мастера все разные, и не говорю о других мастерах, мне это неприятно, молодец, о других мастерах, при клиентах, говорить нельзя, почти все удивляются первый раз, когда в конце массаж, говорят, никто не делает, это тоже притягивает, вот эти все приколюшки, массажик, спашечка, маслница, там тоннель капнула, там потерла, это восторг, понимаете, вы даете клиенту больше, чем она ожидает, если вы даете клиенту больше, чем она ожидает, то есть превосходите ее ожидания, все, клиент ваш на веки, и чаевые тоже, то есть превзошла чуть-чуть, вот не было, да, написано, что массаж уходит, или спа, а вы ей раз, она такая, а это подарок, а это там не то, а это это, все, она все, ваша, Ваня, я ваша на веки, то есть вот эта лояльность клиентам, это не говорит о том, вот что я там, я знаю, но у мастера, которые частные, особенно, есть у них такое там, я вот диктую там свои правила, и вообще, я главное, сидеть, молчать тут, циц, то есть лояльность, это не значит, что я там прогибаюсь под кого-то, или там я какой-то там раб, или обслуживающий персонал, хотя это так и есть, это вам же в плюс всегда идет, понимаете, это вам всегда в плюс, когда вы ниже клиента себя ставите чуть-чуть, ну то есть вот на нее, все для нее, да, родной, это вас, во-первых, это лояльность клиентов, ну там отношения естественного, я ваша навеки, я никому больше не пойду, когда я чувствую, что здесь меня вот всю обхаживают, и это исключает понебратские отношения, понимаете, когда вы ставите с клиентом себя наравне, как подружки, со всеми, как подружки, это может привести к понебратским отношениям, а к чему приводят понебратские отношения, ну-ка, давайте, вот, я на лекциях всегда это рассказывала, когда преподавала, это еще от Веры Мирошниченко, я обожала этот момент, к чему приводят понебратские отношения, ой, я сегодня не могу, слушай, перепиши меня на завтра, ну по-братски, ага, да, да я там, пить пойду с подружкой, или, ой, слушай, я там у тебя записана завтра, где только у меня денег сейчас нет, я тебе отдам там, ну так, по-дружески, через месяцок-другой, ладно, ну, ну, мы уж общаемся нормально с тобой, когда у вас отношения к клиенту, у вас не будет вот этого, вот этого вот, понебратства, а когда я со всеми такая подружайка, это может плохо кончить, у меня просто был такой опыт, один раз с одной клиенткой, хотя я уже знала тогда, что нельзя, я позволила себе это, и это плохо кончилось, это знаете, как было, она не записалась перед новым годом, ну, я же своя, запишусь потом, 31-го позвоню, приду вечером, с шампусиком, примерно так и было, и она мне звонит, говорит, что ты там запишешь меня, я говорю, слушай, ну, через администраторов, ну, мы общались уже, лично, ватсапе, но запись ввели только администратор, я говорю, слушай, через админов, слушай, я не записала, сейчас звоню, говорят, времени у тебя нет, неделя до нового года, за месяц, за два уже, все расписано было, слушай, ну, возьми меня там, и говорю, у меня вечера уже даже все заняты, я уже до 10 работаю, что, давай в 10, я в 10 могу приехать, говорю, ты, блядь, можешь в 10 приехать, ну, кайф, ну, понимаете, все, я уже позволила отношения, это, все, уже назад было никуда, но в итоге она перестала ко мне ходить, естественно, мы перестали общаться, перестала ко мне ходить, то есть, и я, вот с того момента я поняла, что все, моя клиентка, очень хочу сочетание красного, белого и неончика желтого, только нежненько, чтобы в описи было незаметно, ну, по усечке капельки, хороший мастер он так думает, да, на платине есть скорость, в платину скорость входит, а напишите мне в директ, по поводу подготовки, я вам все расскажу, 150 рублей, это же нормально, этот салон двух сестер в Москве, какой, не, 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 про который я рассказывала, нет, ой, как вас много, да, я таких обожаю, тут моя фантазия танцует, я про тех, кто не знает, будете ли, будет ли держаться покрытие, на очень коротких ноготках, без запечатки, или удлинять нужно, если очень короткий под мясо, то гель-лак, можно запечатать, понимаете, трудно короткие ногти, но я вот сама говорю, а мне хочется прям вам сказать, что когда я мастером работала, у меня была клиентка, которая была под мясо, и я ей запечатывала, но я знала, как должна лечь запечатка, что ни в коем случае не должна там нигде подползти, ну, то есть, если вы знаете, с этой техникой уже 100% знакомы, вы знаете, как правильно положить, какая толщина торца, как опилить каратюзьки вот эти, делать можно, понимаете, но когда вы еще навык этот не отработали, можно на коротких ногтях по накосячить, зачищет под ноготь, выпилить не сможете, потом отколется, лучше гель-лак, лучше гель-лак, файбер-базу на короткие ногти, так, чтобы была толщина только торца обязательно, и все будет вообще very very good, вот это точно всегда делаю массаж, и все удивляются, что впервые, у меня есть девочка, так она за неделю до коррекции выбирает, что она хочет во мне, все мне скидывать, потом приходит, и она передумывает, такие тоже бывают, скорее всего, такая как я, клиентка, я могу, еще и 550 тысяч раз передумать, обесценивание, к скидочкам, обесценивание, правильно, точно все так, все так, все так, у меня давно была такая история, по-братски, так и перестала ходить после отказа, все, ставьте себя сразу, я мастер, я, пожалуйста, что, что, я ничего, я все, все, никаких вообще по-небратских отношений, и будет а другое отношение к вам, и вы будете проблем, самое главное, не знать, просто те мастера, кто работал, проработал в салоне, понимаете, вот почему я всегда говорю, девочки, мальчики, после обучения, идите работать в салоны, пытайтесь устроиться в салон, пришла, чем больше, тем лучше, не идите изначально работать на себя, и сидеть самим собой, не видя опыта этого, общения с клиентами, с администраторами, налаживания коммуникаций, не видя других более опытных, мастеров, вы не вырастите никогда, мало кто вырастет, если будете сидеть сами у себя в кабинетах, и что там, когда шли уже там этот опыт на работу, взять, ниоткуда, ваша задача после обучения базового, как можно больше опыта, перенимать от других мастеров, не сидеть дома, пытайтесь влезть в салоны, большие, и чем больше салон, кстати, вы всегда боитесь, я уже там говорила, но еще раз скажу, мастера всегда боятся больших салонов, сетевых салонов, что их там не возьмут, да кто я вообще такая, да меня там не, после обучения, никто не возьмет, наоборот, чем больше салон, если большой салон, сетевой, или просто он большой, что-то, когда он сбить и комплексе, они имеют возможность, возможность имеют, брать новичков, их обучать, их выращивать под себя, понимаете, а маленькие, наоборот, они имеют возможность, нужно сразу, чтобы ты пришла, со своими клиентами, села, и нашла бабки рубить, пытайтесь устроиться, перенимайте этот опыт, опыт общения с администраторами, с клиентами, других мастеров, набирайтесь, это впитывайте в себя, как можно больше опыта, и в том числе, и коммуникационного, и в салоне, всегда есть у кого спросить, всегда к кому подойти, и вам помогут, и есть старший мастер, и как у нас в бюти комплексе, есть мастер, который обучает, как же называется, как называется старший, нет, который стажеров ведет, есть отдельный класс, даже для стажеров, где девочки, пока там нет моделей клиентов, они себя отрабатывают, им записывают модели, то есть это выстроенная система, я не могу в салон, у меня ребенок, сижу дома, делаю на дому, исключения бывают, исключения бывают, всякое, но вы молодцы, что даже просто смотрите эфиры, и вы уже перенимаете этот опыт, смотрите больше эфиров, смотрите на разных блогеров, подписывайтесь на разных мастеров, впитывайте в себя через соцсети, сейчас время, 21 век, можно вообще, все, согласна, большой салон, это самое лучшее, отравная точка, и сервис, и этика, самому в кабинете, согласна, в какой маникюр сделать, если тонкая, стелящаяся кутикула, близко сосуды, даже палочка отодвинуть, безопасная фреза, и ножнички, безопасная фреза, мы безопасной фрезой отодвигаем кутикулу сразу, то есть мы даже палочкой не двигаем, потому что палочкой можно поранить, короче, я так понимаю, что я много не успею сделать, но я все-таки все, давайте еще поговорим потом, я сейчас там этот, лучше, обещала же уже, а то, Воль, можно тебя попросить, пожалуйста, лампу я забыла поставить, осветительную, а я думаю, что мне так темно, да, да, ну еще я сижу, а как-то вижу себя, девочки, сейчас 5 сек, вот это я, борусь, зашибись, ну я думаю, очень страшно, вот это, надеюсь, не лишнее, это не лишнее, но что делать, нет, не лишнее, давай я сюда, сейчас, терпение, девчонки, терпение, что-то, видишь, у меня вываливается из головы все-таки, ограничитель, ограничитель, все, все, сажаю ее сюда, насаживай, сейчас, да будет свет, сказал монтер, нет, не ту крутишь, все, все, ничего не надо, все, сейчас подожди, опускается, чтобы так сравнить, да, видно, насколько он у меня опускается, сейчас только выключу фильтр, все, и самый крутой способ поднятия, это поднятие акригелем, почему акригелем, потому что есть возможность выложить, выложить нужную толщину, так, чтобы не стекал, можно смоделировать кончик акригелем, а здесь уже перекрыть гелем, что я в принципе и делаю, мне так нравится, я всегда работаю со свободным краем акригелем, а от кутикулы уже выкладываю гель, и тоже, вот ну нет же разницы, ну нет же разницы, как делать, то ли я сейчас буду снимать, да, и потом запечатывать буду, и моделировать сверху, или я также сниму, положу сверху акригель, смоделирую, и выпилю изнутри, я не понимаю, почему берут мастера за поднятие клюющих ногтей, вот, мне не понять этого, это бред, конечно, страшно, металлической фрезой, у меня здесь, я не помню, по-моему, я здесь гелем работала, но не важно, гель мы всегда снимаем, металлической фрезой, потому что керамика, это будет долго, она мягкая, я здесь снимаю цвет, если у меня нет отслоек, вот смотрите, я иду по границе, гель-ноготь, чуть-чуть не дохожу, ноготь натуральный, я не цепляю, границу я запилю пилкой, если у меня нет отслоек по торцу, у меня их нет, он у меня нарощенный, вот свой ноготь уже растет, видите, и вот тут искусственный, все там чистенько, все хорошо, ну, я недавно делала, поэтому там все нормально, дальше беру пилку, здесь я ничего не делаю, так как я буду поднимать, вот здесь могу ничего не пилить, ничего не трогать, параллель отпиливаются уже после того, как вы выложу материал и смоделирую, теперь границу гель-ноготь, то есть у кутикулы, запиливаю пилкой, мягкой стороной, если есть отслойки, переворачиваю грубой стороной, маленькие отслойки, убираю, вот она маленькая отвалилась, дальше, кутикулу, как у меня кутикула, это каплевидная фреза, может быть разного диаметра, и шарик, если это аппарат, ну, можно и каплей убрать кутикулу, при желании, вот у меня вчера не было шарика дома, я себе педикюр сделала каплей полностью, и все хорошо было, главное, мы помним здесь, что фреза у нас параллельно поверхности, без давления на ноготь, привод в руках, как ручку шариковую держим, то есть не давим, ну, это все моменты, вы, я думаю, что умеете и знаете, при, на любых курсах, по работе с аппаратом, по комбинированному маникюру, по аппаратному, об этом говорится, этому уделяется время, потому что, вот это именно давление на ноготь, приводит к перепилам, неправильное положение фрезы, и давление на ноготь, кстати, в курсе скорость, у меня есть все техники маникюра, и обрезной, и комбинированный, и чистый аппаратный, есть также коррекция запущенных ногтей, видите, я срезаю кутикулу пузиком, оп, тихо, то есть можно, вот с такой, как у меня кутикула, она, в принципе, у меня сухая, ну, аппаратный он, в основном для сухой, можно работать и без шарика, потом еще будет опил, я пилка еще попилю, тут еще облетит, остальная часть, и потом, если нужно, вот как я делаю аппарат, ну, смотрите, у меня будет техника с опилом, я сейчас прошла каплевидной фрезой, каплевидной фрезой, пузиком сняла кутикулу, вот ее грубую большую часть, и потом уже после опила, перед покрытием цветом, могу карбида кремниевую, резиновую фрезу взять, и вот эти маленькие, такие вот бахромистость кутикулы, почистить, ремовер нанести, почистить, и будет вообще идеалити, 8-10 тысяч, мы работаем, обороты 8-10 тысяч, сейчас быстренько уберу пылючку, так, ой, дайте, пожалуйста, евроклинсер, девчонки, обезжириваем евроклинсер, наносим ультрабонд, перед ультрабондом наносим nail prep, я сейчас не буду за ним вставать, что время не тратить, сам аппарат, хорошо, показываю, маратон эскорт, аппарат маратон эскорт, можете сейчас сделать скрин, у нас эти аппараты, они стояли везде в школе, рабочие лошадки просто, ну, как бы ученики, они вообще ничего не щадят, ну, где-то там не понимают, реверсы переключают без остановки, и в салоне они везде стояли, хорошие аппараты, они стоят примерно, мне кажется, что тысяч 13, ну, тогда стоили сейчас, может, как-то что-то поменялось, но они хорошие, в них как бы есть и обслуживание, и все, и гарантия, я вообще рекомендую не экономить на аппарате, это такое, знаете, серьезный инструмент, который вот не очень хочется, чтобы он как-то так сломался, и потом вы не знали, куда с ним бежать, ультрабонд наносим, ультрабонд мы наносим всегда на отросшую часть, то есть мы ультрабонд не наносим на искусственный материал, только на отросший ноготь, ну, и можно вот здесь по торцу пройтись, дальше мы наносим базу, либо супербонд, либо база гирлак, эмибейс, жидкая гирлаковая база, это уже по состоянию ногтей, мы помним, что если возрастные сухие ногти, то это супербонд, если влажный, наоборот, тонкий, перепиленный, слабый, то это база гирлак, жидкая, не файбербаза, почему, не подходит в качестве базового, базового слоя на слабые, там, тонкие, влажные ногти, медиум, файбербаза, потому что база должна быть жидкая, именно жиденькая, чем жиже базовый гель, тем глубже он проникает в верхние слои ногтевопластины, у тебя у них областы, понимаете, в чем, в этом и смысл базового геля, так, сушим, сноса ему нет, да, да, так, сушу, пока читаю вопросы, да, кукурузу тоже на той же скорости, так, что-то я тут пропустила, так, это тут между собой общаетесь, я поняла, Аня на запрос, запрос на возобновление частых эфиров, с тобой поговорить и показать, научить, хорошо, все, буду теперь каждую неделю стараться вести на своем аккаунте, возобновим, да, я тут ушла немного в этот, скажите, в себя, переехала в Питер, кайфовала, вот не было желания у меня выходить, не было желания особо проводить эфиры, я вот как, ну, как делаю, так и чувствую, зачем мне насильно выходить, если вам нужна энергия, поэтому вот энергия вернулась, я теперь буду вести, обещаю, я сама соскучилась, я прям вообще, сегодня прям очень хотелось, я думаю, так давно я уже для своих девчонок проводилась, на Катином аккаунте каждую неделю провожу, а на своем нет, вот, так, софт, господи, почему софт, милк, акригель милк, палочкой я работать буду, поэтому я беру евроклинсы, можно очищающий спрей, если работаете кисточкой, то лучше очищающим спреем, потому что евроклинсер, он портит кисть, сильнее, чем, агрессивнее, чем очищающий спрей, вот смотрите, допустим, как мы можем сделать, мы можем положить сейчас, на свободный край только, акригель, а можем, полностью смоделировать, либо, и наша задача сейчас поднять свободный край, то есть, моя задача выложить на свободный край, толщину акригеля, так, чтобы была возможность поднять, задача именно положить толщину, поэтому я сейчас, вот, кладу только на свободный край, на, ногтевую пластину, я вот так только растяну, потому что, если я начну туда идти, у меня толщина уйдет с свободного края, а мне сейчас нужно, именно вот здесь толщину положить, все, кладу, видите, вот акригель, в чем, в чем в нем удобство, что можно выкладывать, прям вот, толщину боковых линий, вот сюда спускать, и он не течет, да, с гелем нужно, на такую длину, в любом случае, будет несколько раз класть, а у акригеля есть возможность, класть в один слой, но в нужную толщину, ну, то есть, всему, как бы свое, поэтому я говорю, что нужно работать, учиться и тем материалам, и тем материалам, чтобы вы могли, подбирать индивидуально, вот, допустим, в моем случае, нужен акригель, мне нужно там, где-то очень-очень быстро, я беру там, акригелем, ремонтирую, выкладываю, докладываю, гелем моделирую, вот, все, положили толщину, тут можно сильно не равнять, все равно будем пилить, прям вот так, чтобы, видите, чтобы была возможность, у меня эту боковую параллель поднять, вот я сейчас вот так палец держу, потому что так кажется, что ровная параллель, вот, вот она, можно доложить полностью акригелем, если вам нравится, это у вас быстро получается, это у вас не тратится времени на это, я даже не буду сейчас, кисточкой выравнивать, просто палочкой положила, и сушим, окончательно просушивать, я сейчас не буду, есть файбербейс, и можно, чтобы цвет в цвет, для быстрого маникюра, для быстрого маникюра, чтобы прямо сейчас попасть в цвет, свет, и потом сразу пилить, можно на акригель, милк, положить базу, и она, кстати, классно пилится, и ее можно пилить, пожалуйста, а я сделаю вот таким образом, я досушу, опилю сейчас свободный край, а потом без опила, смоделирую уже полностью поверхность, я люблю таким образом работать, делать свободный край, укреплять его, то есть у нас сейчас идет этап укрепления свободного края, неважно каким способом, здесь у меня будет небольшое поднятие, либо это было бы запечатывание, поработала со свободным краем, укрепила его, или жестким гелем, или акригелем, выполнила опил свободного края, поднятие, там все, что нужно, и потом уже смоделировала, без опила от кутикулы, все, идеально, главное жестким гелем укрепить свободный край, понимаете, если вы знаете эту технику, каким ногтям, какой гель я возьму, или акригель, как я буду в этом случае работать, у вас не будет проблем, четкий протокол, отработан. Не во всех салонах мастера хотят подсказывать, а вы устроитесь тот, который, там где хотят подсказывать, если вы будете думать, что я устроюсь в салон, мне там подскажут, мне там помогут, и я вырасту в этом салоне, так и будет, а если вы будете думать, идти и думать, что меня там никто не будет любить, и мне там никто не будет подсказывать, и вообще там никому не буду нужна, и вообще ничего не умею, поэтому я вся такая бедная и несчастная, так и будет. наша владельца салона пересаживает постоянно клиентов к другим мастерам, не поняла, о чем речь, аппарат показала, пообожаю ваши работы, спасибо, сушка 30 секунд, база сушка 30 секунд, акрегель сейчас посушили минуту, обезжириваем, берем фрезу, здесь уже можно не металлическую, а керамическую, дабы не махануть лишнего, взяли керамику, и наша задача поднять, оп, есть, я специально так держу, чтобы вам было видно, есть, есть, ну вот, вот видно, вот если вот так посмотреть, есть, теперь переверну так, а то я сейчас там, клюющий носик, убрали, в принципе, то же самое мы делаем, когда делаем запечатывание, мы же тоже их изнутри опиливаем, ну тогда какая нафиг разница, что мне, как мне делать, зачем за это брать лишние деньги, зачем за это вообще переживать, отточить и просто, я знаете, что поняла, когда мастера берут, там, за это, за ремонт, за поднятие, за доращивание одного ногтя, это говорит о том, что они просто, ну как бы не умеют правильно совмещать это в работе, не умеют не тратить на это время, для них это стресс, для них это очень много лишнего времени, потому что они не понимают, как совместить это все, именно поэтому они берут отдельную плату, за свое неумение, за свою некомпетентность, страдают клиенты, вот он, четенько, видали? То есть, акригелем, конечно, такие манипуляции, делать гораздо комфортнее, чем гелем, в одну капельку, быстренько, я боюсь, что я сегодня себе спилю все ногти, у меня опять будут без ногтей, сейчас расскажу, почему, потому что я сделала себе сама наращивание, естественно, когда делала левой рукой на правой, ну понятно, там где-то не доложила, где-то может перепилила параллель, я вообще себе кутикула всегда перепилила, визуально все было четко, красиво, одинаково, но оказалось тонковато, я себе сделала на правой руке, и они у меня начали трескаться, два ногтя я сломала, один я сломала вчера днем, второй я сломала вчера вечером, в общем, я не хочу себе делать их еще раз, поэтому я скорее всего спилю, и буду опять с короткими ходить, я уже жду, не дождусь, когда откроется салон, я буду делать ногти мастеров, все, проработали свободный край, все, он, свободный край, смотрите, и по толщине, и по поднятию, ну то есть все уже четко, и мне здесь на свободном крае уже делать нечего, сейчас мне нужно только зону кутикулы восстановить, и на свободный край перетянуть, то есть мне даже толщину здесь не нужно выкладывать, потому что толщина у меня уже есть, все, здесь акригель, здесь акригель, здесь все хорошо, вот тут у меня чуть блестит шлифовочной пилочкой шлифану вазу базу второй раз наносить не нужно потому что сцепку я уже создала база здесь лежит я ее буквально двумя движениями шлифанула потому что у нас что гель присоединяется либо к пиленной поверхности либо к липкому слою у нас в данном случае липкая поверхность забрите пилку обезжириваю то есть мы все опиливаем сразу вот на данном этапе я могу доработать маникюр но у меня здесь все хорошо я просто вот палочку могу даже намочить евроклин сиром вычистить пыль из-под катикулы и моделирую базу я ее очень люблю и вообще базы файбер это какая-то находка просто произведение искусство и красиво и прочно и для коротких ногтей и для длинных ногтей короче хоть куда поза хоть куда но ее прочность конечно в ней вообще нет никого сомнения смотрите а первым слоем прокрываю тоненько-тоненько там вот очень еле-еле мне интересно есть такие мастера вот здесь которые еще не пробовали файбербазу я уже тут заканчивается вот и моя задача сейчас восстановить только зону кутикулы на свободный край даже вот не я не буду перетягивать потому что там уже есть толщина если сейчас на свободный край пойду может толстовато получится кто-то любит тоненькую кисточку взять можно и тоненько распределить кто-то любит из флакона я люблю из флакона чтобы лишнего не брать просто перевернуть сцентровать так почитаю пока а я за длину нужно брать дополнительно ну смотря за какую длину до трех единиц мы не не брали никогда трех единиц это считается салонная длина чем отличается евроклинсер от чай еще спрей очищающий спрей это спирт очищающий спрей это антисептик тройного действия то есть он практически медицинский антисептик евроклинсер это обезжиривающее средство евроклинсер не растворяет гель-лак не растворяет акригель это всего лишь обезжириватель щадящий она с ворсинками да она с ворсинками файбер огонь до файбер огонь не буду до конца досушивать все быстро быстро и самое главное прочно все обалдеть час десять мы уже с вами трендим сейчас посмотрю еще ваши вопросы и вот смотрите поднятие до та же самая история нужно сделать поднятие мы прописываем протокол процедуры как что зачем я делаю наращивание то же самое прописываю протокол процедуры если тяжело самим берем мою помощь берем курс скорость и идем вместе со мной смотреть протоколы процедур всех салонных процедур тавтологи вопросы вопросы так есть у нас такое вот про обучение можно ли ходить школы брать модели есть отработка есть называется стажировка платная там что-то вообще плата какая-то символическая есть такая история конечно можно под файбер базы запечатывания уже не надо смотря на какие ногти если короткие то не нужно если длинный но они тряпочки то лучше запечатать если длинные но более или менее хорошим можно не запечатывать вот мой красавчик уже ровненький видите какой но идеалити же нет не хочу и спиливать длину жалко мне ну так вот все я вам я надеюсь что я вам сегодня вот просто вдолбила с таким этим агрессивным даже посылом я делаю это специально чтобы не расслаблялись я закончила скидку на курс скорость 30 процентов я выложу в stories прям сразу после эфира а эфир сохраняю смотрите пересматривайте вникайте идем забираем свою скидку stories пока